Путин способен на любой коварный ход, от пресечения очередной азербайджанской агрессии до создания нестабильной ситуации в Ереване. Собеседник Ларагир, член Совета НТП Ваги Гаспарян. Господин Гаспарян, в Сочи ожидается встреча Пашинян-Путин-Алиев, уже есть информация с армянской стороны, что Пашинян примет участие в этой встрече. Какова цель России этим шагом? Цель России не изменилась, она осталась прежней выполнить план Путина-Лаврова. То есть подписание мирного договора на условиях России, признание незаконных постсоветских границ, предоставление Зангизурского коридора, то есть дорог под контролем ФСБ. Целью также является закрытие арцахского вопроса, домилитаризация Арцаха, а может быть и присоединение Армении к союзному государству. Иными словами, русские, турки и азербайджанцы прекрасно понимают, что результаты, полученные в результате применения силы и благодаря войне, будут ничтожны, если они не будут закреплены каким-либо межгосударственным соглашением, когда говорят «мирный договор», имеет в виду именно это. Турки преследуют свою задачу заставить Армению признать армяно-турецкую границу, а это значит, что российско-турецко-азербайджанский тандем хочет узаконить статус-кво, созданный в результате. Московского договора, путем получения подписи Армении и вообще закрытия границы. Армянский вопрос и арцах, который является его неотъемлемой частью, и вопроса нахичеваний. Это их конечная цель, время работает не в их пользу, потому что путинский режим и так слабеет не еженедельно, а ежедневно. Если учесть неблагоприятное для России развитие событий на украинском фронте, значит, Путин торопится. И не случайно во время своего выступления в Астане он сказал, что видит необходимость проведения в самое ближайшее время нового трехстороннего саммита, где они должны встретиться, сесть, поговорить и решить. Подрешить он имел в виду, что пришло время принимать решения и дальнейшие промедления для России неприемлемо. Если раньше русские действовали от имени Армении через своих марионеток, Азербайджан и Турцию, то теперь им приходится прибегать к прямым угрозам. А заявление Аверчука о том, что если Армения не согласится на снятие блокады, то снятие блокады вообще не будет, это прямая угроза. А операции по сдаче Паруха, Бердзера, Агавно-Джермукская операция были ярким примером прямого давления на Армению со стороны русских. Русские торопятся, понимая, что время работает не в их пользу. Поэтому что должна делать армянская сторона? Поэтому времена и того и другого давно прошли, пришло время или-или. Другими словами, Пашинян уже не сможет играть на обоих полях и пытаться усидеть на двух стульях одновременно, пытаясь угодить и Западу, и России, чтобы выиграть время. Доказательством того, что я сказал, является также последнее заявление Госдепартамента США. На вопрос о предстоящей встрече в Сочи представитель Госдепартамента США в открытом тексте заявил, что Армения и Азербайджан должны сами решить, насколько Путин является надежным партнером и какой. Вклад России может внести в долгосрочный мир. США со своей стороны и всегда выступали за прямой формат, то есть за прямой диалог без посредников. А представитель Госдепа говорит, что, по мнению США, агрессия России против Грузии и Украины свидетельствует о том, что Россия не уважает суверенитет своих соседей. Иными словами, если перевести с дипломатического языка, то результат таков, США говорят, что Пашинян сам должен решить, ехать в Сочи или нет. И в соответствии с этим решением США примут свое собственное решение. США говорят Пашиняну, что вы уже должны выбрать, на какой стороне канавы вы находитесь, чтобы мы принимали соответствующие решения. В НТП неоднократно говорили, что, может быть, в прошлом многовекторность можно было считать жизнеспособной, пока не было прямого конфликта между Западом и Россией, но сейчас, когда идет не только конфликт, но и горячая война, все страны и в первую очередь, Армения на Южном Кавказе. Это важная страна для Запада, они должны принять свое решение. И им предстоит решить, к какому лагерю они относятся, авторитарным странам, России, Китаю, Азербайджану, Турции, или цивилизованному и свободному миру. Хотел бы подчеркнуть, что после недавнего съезда Коммунистической партии Китая, когда Си Цзиньпин был переизбран на третий срок и был избран новый ЦК, в который вошли представители китайской политической элиты, выступающей за военные решения тайваньской вопроса, это означает, что Китай избрал еще более авторитарный путь управления и воинствующей политики. Напомню, что согласно китайской доктрине Тайвань должен быть присоединен к Китаю к 2027 году, но американские аналитики считают, что это может произойти и к 2025 году. Это, безусловно, внесет коррективы в политику США и Запада. И им следует поторопиться завершить процесс свержения путинской России, чтобы они уже могли сосредоточить свои силы на противостоянии с Китаем, а также не допустить сближения России и Китая против Запада, поэтому я уверен, что события будут ускоряться, я имею в виду Украинский фронт. Самое позднее к лету 2023 года Украина отпразднует победу, а режим Путина падет. Уже говорят о том, что до конца года будут освобождены Херсон, Запорожье. Я уверен, что ближайшие месяцы будут решающими, прорывными и переломными, потому что поражение на Херсонском фронте, скорее всего, приведет к падению кремлевского режима. Россия застрянет в тяжелом политическом и экономическом кризисе. Поговаривают даже о возможности гражданской войны. И, сформировав здоровое и национальное правительство, мы должны предотвратить нежелательное для Армении развитие событий, то есть остаться под руинами разваливающейся империи. Пашинян стоит перед непростым выбором, от выбора Пашиняна зависит не только политическое будущее его и окружающих, может быть, и физическое будущее, но и будущее армянской государственности, Арцаха, наших будущих поколений. Также хочу сослаться на решение о запрете въезда в Армению за Туллину и Маргарите Симоньян, которое я считаю очередным проявлением политической манипуляции. Я не считаю это признаком доколонизации Армении или смены внешнего вектора. Мне это больше напоминает отвлекающий ход. Дымовую завесу для отвлечения внимания людей от основных действий. Шаги, направленные на реальную доколонизацию, заключались бы в том, чтобы выйти из ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, выгнать ФСБ, контролирующую въезд и выезд в аэропорту Армении, выгнать российских генералов или офицеров, находящихся в генштабе Армении, и расформировать армянскую армию и тому подобное, поэтому это очередная пашкинская манипуляция, не более того. Я считаю, что ближайшие недели будут очень тревожными, учитывая еще и то, что Путин способен на любой коварный ход, от пресечения очередной азербайджанской военной агрессии до создания нестабильной ситуации в Ереване, чтобы заставить Армению пойти на уступки. Подробнее об этом мы поговорим во время нашей предстоящей акции 29 октября в 17 часов ровно на площади свободы. Продолжение следует...